Всем привет! С наступившими праздниками! Сегодня пойдет речь о зиме и об автомобилях. А конкретнее, как автомобили переживают наши с вами морозы. Пойдет в основном разговор об автомобиле Geely. Для тех, кто нас не смотрит, напомню, автомобиль был куплен нашей компанией несколько месяцев назад для экспериментов. Так как мы официально, помимо обслуживания автомобилей Volvo, начали заниматься обслуживанием автомобилей Geely. И я думаю, достаточно интересно будет, как и мне, так и вам, узнать, как же китайский автомобиль ведет себя при температуре минус 25-30 градусов. Тем более, думаю, многие из вас видели в новостной полосе информацию, что китайские автомобили партиями, пачками, достаточно объемно направляются в технические центры для устранения каких-то неисправностей. И вот давайте сегодня пообщаемся с нашим коллегой, с Кириллом. Это тот человек, который его эксплуатирует. Ну, вот этот автомобиль. И он нам расскажет, как он пережил морозы и что произошло за это время. Итак, с нами Кирилл. Здравствуйте. Соответственно, человек эксплуатирует этот автомобиль. Сколько ты его? Пару месяцев уже эксплуатируешь? С 1 ноября. Кстати, мы снимали ролики про этот автомобиль и применяли некоторые вольвовские запчасти. Для тех, кто не смотрел, я оставлю ссылочку. Очень интересно. Как по двигателю, так и по подвеске есть пересечение с запчастями Вольво. А сегодня я задам вопрос Кириллу. Кирюх, слушай, ну как ты пережил морозы? Ты же эксплуатировал автомобиль при минус 25-30. Запускался ли автомобиль? Какие были неисправности? Кстати, вот я уже озвучил, что поступила информация, что китайские автопром пачками автомобилей поехали в техцентры для устроения каких-то неисправностей. Ты столкнулся ли с чем-то или нет? Я ездил все время, потому что мы работали с 2 числа. То есть все праздники, когда морозы были, мы все время ездили на машине. По долгу она не стояла. То есть несколько дней, так чтобы на неделю поставить, такого у меня не было. Там 2-3 дня максимум. Заводилось все разы нормально. Причем я завожу ее, когда, не забываю, когда у меня из окна ее видно с пульта, прогревается она быстро. То есть я прихожу, она у нее 15 минут пойдет. А с пульта это автозапуск? Да, автозапуск со штатного пульта у нее. А, это у нее такая система стоит. Я этого не знал. И в принципе выходишь, она уже начинает показывать, что... То есть это не Vibas, а именно автозапуск? Да, просто запуск двигателя дистанционный. Волю по мне такой системы, если не ошибаюсь. Не по мне. Так, хорошо. Поэтому с пульта проблем не было ни разу. Значит, из того, что мне напрягло по эксплуатации по зимней, во-первых, эта машина китайская, серого ввоза, у нее неполный холодный пакет, зимний пакет. У нее нет подогрева лобового стекла, руля и задних сидений. То есть чем отличается от дилерских машин официальных? Руль, конечно, холодный, но перчатки как бы нормально. Но когда в перчатках, не нажимаются экраны. То есть холодный руль, либо снимаешь варежку, либо не можешь включить, соответственно, через меню что-то. Задние пассажиры, когда сели, спросили, где ваш фотографий, сказал, нету. Но из-за того, что сидения не кожаные, а вот эта вот анкотара бархатистая, она, в принципе, довольно комфортная, она не холодная. Стекло лобовое, в принципе, оттаивает быстро. Но вот когда приморожено, конечно, отсутствие подогрева... Собогрева стекла у тебя? Нет, у меня без подогрева. А, оттаивает, ты имеешь в виду, потоком воздуха? Да, она оттаивает, когда прогревается, в принципе, нормально. Но если вот сильная корка, то пару раз пришлось шкрябать, потому что примерзает все-таки. Один раз на трассе ехал с большой скоростью, где-то 100-120, и температура была 25-27 минус. Четыре человека в машине, и, соответственно, стали отмерзать боковые стекла. Вот именно передние и задние, да? То есть в салоне тепло, климат на автомате, и стало покрываться льдом. Убрал автомат, переключил просто, включил вверх-вниз, и добавил чуть-чуть скорости. Все отошло. Ну, я думаю, что китайцы не предусмотрели алкоголизм русских людей, и наши вот эти вот все пары, они просто не справляются к китайской, соответственно, разработке. Боялся, что, вот пугали, что у китайцев экраны в холодную погоду замерзают, не откликаются, и все. Ничего такого не заметили. Это на мониторах, ты имеешь в виду? То есть в морозы мониторы работают корректно? Ничего, никаких у меня сбоев, поэтому не было. И видимость, ничего там не мерцает, все нажимается. Так, а подскажи, как АВД? Полный привод же актуален в нашу, в такую погоду. Вот мне очень понравилось, здесь есть режим оффроуд, который называется. Вот я его использую, когда приходится закапываться куда-нибудь в сугроб. И что он делает, этот режим? Он блокирует муфту Халдекса сразу на жесткую. То есть самоблок получается. И отключает противобуксовочную систему. Вот у Вольво нет такой вещи. По-моему, у них такого нет. Нет. И то есть она отключает пробуксовку. Вот она копает всеми колесами и ползет, закапывается в очень глубокие сугробы, без проблем абсолютно. Понятно. Так, что-то ты рассказывал еще про замок двери. Да, была проблема в первые морозы. Не знаю, после мойки или нет, но, короче, стал не открываться с пульта замок двери. Изнутри открывается без проблем, а снаружи ручку дергаешь, а она пустая. То есть вообще дверь не открывалась снаружи? Да. То есть ты разблокировал автомобиль, а дверь снаружи не открывается? Все двери открылись, а водительская нет. Тебе пришлось открывать заднюю дверь, подлезать и изнутри открывать. Понятно. Так было несколько дней, потом пропало. И в этот же момент хрипел водительский динамик. Прям хрюкал, хрюкал, хрюкал. А потом пропало. Я хотел разобрать дверь, попросить нашего электрика, чтобы он посмотрел, что там происходит. Но оно прошло и не стал этого делать. Решили, что попала вода куда-нибудь. Ну, наверное, предположение такое. Заднее стекло почему-то обогревается только вот до сих пор. Хотя там есть нитки до самого конца, а верхняя часть почему-то у него не отпотевает. Ну, в принципе, оно не очень в зоне обзора, в принципе, не мешает. Понятно. Слушай, ну, давай, знаешь, я так понимаю, про нюансы, связанные с морозом, мы поговорили. Да, в общем-то, нюансов, ну, наверное, немного. Я думаю, если приобрести новый автомобиль Volvo, то с замком, честно, теоретически, можно столкнуться. Помнишь, даже у СПА-платформы была не отзывная компания, а такой доработанный для замка двери был кронштейн. Потому что попадала вода, и он подклинил. Да, задние замки дверей на их ситуацию. Поэтому это нельзя сказать, что те нюансы, о которых ты рассказал, это какие-то критические, что вот этот китайский автомобиль, он, в связи с тем, что он новый, он ненадежный. Такой вывод сделать из этого, на мой взгляд, нельзя. Такие нюансы могут быть с любым европейским автомобилем. Слушай, ну, вот что доработал-то, да, смотрю, сетки установил, полезная вещь, не для зимы, конечно, но для, когда там, июнь, пух, мох, мусор и так далее. Брызговики я поставил, их не было. Брызговики поставил. И мы, когда снимали бампер, мы увидели, что конструкция, вообще конструкция переднего бампера схожа с Volvo XC90 XC60. Сходно, да. Очень похоже. То есть, мы разбираем автомобили, и видно, фары похожи, но, помнишь про фару, нюанс? Да, да, да. Вот расскажи, у XC90, да, есть проблемка, а вот у Gilles ее нет. У XC90 под фарой, на стекле фары, сделаны отливы для точной центровки кронштейна. И они при очень легком касании бампера препятствий, типа сугроб или просто вот, они продавливают и отламывают эти хвостики. Ага. А, хлюпки, а оригинальные ставил или нет? Нет, купил не оригинальные. Так что не оригиналы, господа, вот так можно себя повезти. В тепле они были довольно мягкие, а вот, говорю, приближался к бордюру и задний правый надломился. Ну, видимо, качество пластика такое. Ну, видимо, да. Говорят, что оригинальные помягче, но они меньше площади. Понятно. Они менее такие демокративные. Ну, еще немножко полезной информации. Для этой информации Кирилл нам не нужен, мы его отпустили. Рекомендации, но и свое мнение по поводу автомобилей Вольво. Все-таки мы занимаемся ремонтом автомобилей Вольво уже давно и не так давно автомобилями джили. По поводу Вольво. У меня несколько автомобилей Вольво. Мы не будем брать те несколько, которые 90-х годов выпуска. Возьмем Вольво XC90 90-го 2008 года. В морозы запускался отлично. Никаких проблем, нареканий ни к печке, ни к запускам, ни к полному приводу нет. По поводу тех клиентов, которые к нам обращались в морозы. Что было? Ну, во-первых, аккумуляторы. Многие выпускают срок годности, срок службы аккумулятора. Соответственно, аккумулятор, который прожил более 5 лет, попадает под знак вопроса. Конечно же, он может прослужить и 8, но в такие морозы эффективность этого аккумулятора гораздо хуже. Соответственно, в морозы с наших полок все аккумуляторы уехали. Раз. По поводу бензиновых автомобилей Вольво, нареканий практически нет. По поводу дизелей, да, были. Связаны они с Вебастой. Связаны эти вопросы с некачественным топливом. Старайтесь все-таки заправляться на проверенных заправках. И связаны они в основном с тем, что в солярку не добавляют антигель. Да, некоторые клиенты, владельцы своих автомобилей этого не делают. В такие морозы топливо свои свойства теряет, ну, соответственно, солярка, и автомобиль может не завестись. Такие автомобили к нам приезжали и на эвакуаторах, и доползали своим ходом еле-еле. По поводу рекомендаций, что еще могу сказать? Выполняйте своевременно ТО. Вот, допустим, для дизельных двигателей очень важно своевременно менять топливный фильтр. Потому что, да, от некачественного топлива забьется любой фильтр, но если фильтр старый и грязный, он забьется гораздо быстрее, чем нежели новый. Также важно для бензиновых автомобилей, двигателей своевременно выполнять ТО и своевременно менять свечи зажигания. В морозы, соответственно, если свечи зажигания старые, автомобиль может плохо запускаться, либо не запуститься совсем. Итак, резюмируем. Ну, если мы будем отталкиваться от той новостной полосы, которая прилетела в новогодние праздники, что китайские автомобили едут в технические центры за неисправностями кучи каких-то причин, запчастей и поломок, то Джили в этот список не попал. И, в общем-то, на примере эксплуатации автомобиля Джили Кириллом мы понимаем, что автомобиль пока себя отлично показывает и хорошо зарекомендовывает. Так что, друзья, автомобили Джили, я считаю, что можно эксплуатировать, пока вопросов никаких не вызывает. Но данный автомобиль мы еще будем изучать, разбирать, устанавливать на него волевые запчасти на предмет того, схожи ли они, могут они работать на данном автомобиле, либо не подходят. Так что наблюдайте за нами, смотрите, а мы будем вас держать в курсе. Всем пока!